Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Всем привет! Шавуатов! Хорошая неделя! Закончился шаббат вчера, и мы начинаем новую неделю. Каждую неделю начинается новый цикл. Новый цикл жизни, представляете? За шаббат происходит как перезагрузка. Перезагрузка происходит и такое обнуление. И после шаббата можно начинать новую неделю. Мы смотрим сейчас и на Инстаграме, и на Фейсбуке. И поэтому, если вы иногда смотрите на Инстаграме, подпишитесь на страницу Ваикра. Платформа Ваикра называется «Страница в Инстаграме». И мы даже напишем сейчас сверху на Фейсбуке. Вот это, як-то в Шататин как раз нас смотрит. Мы напишем, чтобы на Фейсбуке подписались на Инстаграм, а на Инстаграме подписались на Фейсбук. Влад Косов, да, тоже где-то он напишет сверху, Шалом из Борисполя, Мошек и Мессорук из Израиля. И мы как раз в очень-очень удивительную эпоху, в удивительное время, во время, когда мы точно увидим какие-то колоссальные трансформационные изменения в мире, потому что мы видим, как быстро все меняется, как все движется. Мы изучаем Тору, Михаил Пенсевич. Тора – это единственное неизменное, что есть в этом мире. Тора – это как, можно сказать, мысль Бога, если так можно сказать. И когда изучаешь Тору, то соединяешься мыслью с Богом, представляете, с Творцом мира. Это как вот когда человек кушает, он ест, и он соединяется с едой, но еда у него в организме превращается в набор микроэлементов каких-то, и что-то выходит. А вот Тора, она в мозге человека, она ни во что не превращается, она не изменяется. Она соединяется с мышлением человека. Тора соединяется с мышлением, и ты как бы через свою мысль соединяешься со Всевышним. То есть, представляете, вообще, это невероятная, невероятная, такая удивительная возможность. И мы дошли уже сегодня до 17-й главы. 17-я глава, мы перешли экватор Мишлей, притчи царя Соломона, мы перешли экватор, всего 31-я глава, и мы уже начали 17-ю главу. И 17-я глава начинается так. Дословно переводится это так. Лучше хлеб сухой, и шалва это мир с ним. Лучше, чтобы был кусок сухого хлеба, и мир в нем, как бы ба, это мир в нем. В нем, наверное, в доме. То в падхарававы шалва ба, или мир в этом хлебе. Ми баит малей зевхейри. Чем дом полный, полный заколотого зевхейта, как заколотый сход, но при этом ссоры. Значит, здесь объясняют нам Малбин, очень интересную вещь такую, да. Он говорит, что здесь, вообще в мире, что считается от слоха, что такое успех в мире. Принято смотреть на успех по внешним параметрам, да. Например, мы смотрим, у человека есть там дом, какой-нибудь машина. Он на обложке журнала какого-нибудь, да. У него есть миллион подписчиков в Инстаграме. Мы говорим, о, это успех, это успех. У него есть все, о чем человек мечтал. Он даже цели свои достиг, возьмем так. Но говорит нам царь Соломон, он говорит нам следующая вещь, что лучший кусок сухого хлеба, то есть внешний успех, он очень, как сказать, иллюзорный и обманчивый. Потому что мы смотрим на человека, у него вроде там, он, все у него есть. Главный успех, это то, что человек чувствует внутри. Или он чувствует внутри шалва. Шалва это как такое спокойствие, это слово переводится, да. Шалва это такое спокойствие, умиротворение, умиротворение, да. Такое красивое русское слово, умиротворение. То есть он как бы творит мир внутри, у него внутри полный мир. И лучше есть сухой хлеб и при этом быть во внутреннем удовлетворении, чем дом иметь полной еды такой, да, заколотый сход, но при этом ссоры. То есть внешний, внешний успех и внутренний успех, да. Так вот внутренний успех, это намного важнее, но внутренний успех мы не можем увидеть. То есть может быть сидит какой-нибудь человек там, да, сейчас спокойненько, он сидит такой, и у него так внутри радостно вообще, невероятно. И сидит другой человек, у него там, например, машины, квартиры и так далее, а у него на душе страх, за ним гоняются, за ним, у него в доме скандалы, конфликты, по бизнесу у него суды-пересуды, там, не дай бог, болезни и так далее. И он вообще весь как бы внешне успешный, а внутри у него полная депрессия. У меня, кстати, есть много знакомых, которые реально очень успешные люди, финансово успешные, достигшие всех целей, а у них внутри депрессия. Депрессия, не знают, что дальше делать, цели достигнуты, в семье там или ее нет, или есть проблемы. Я вот специально, когда к этому уроку готовился, я думал, просто наберу сейчас, наберу сейчас я, набрал я так, что конфликты в семьях миллиардеров, думаю, посмотрю. И выходит мне статья такая, да, первая же вот прямо в поезде. Дети миллиардера Игоря Сосина известны своими непростыми характерами. Так, некоторое время назад 13-летнему пасынку Сосина Вячеславу не понравилось короткое выступление рэпера Гуфа, после которого охранники мальчика избили певца. А три года назад старший сын Сосина в состоянии наркотического опьянения задушил собственную мать. Да, вот миллиардер Игорь Сосин. Как вы думаете, у него хорошее настроение после этого? Да, у него есть миллиарды. Миллиарды, они требуют постоянного участия в их сохранении, в их приумножении. То есть, ему тут работать надо, тут следить надо, тут надо политикой, чтобы тебя не съели. И тут у тебя в семье в это время вот такая вот история. Да, сын задушил мать в состоянии наркотического опьянения. Вот, это то, о чем говорил царь Соломон, что в этом случае лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, чем дом полный закулатого скота, но при нем ссоры. Очень понятная история, к чему надо стремиться. Стремиться надо к умиротворению, к тому, чтобы так выстроить свою жизнь, чтобы у тебя было внутри умиротворение. А марбе не хаси, марбе да ага. Умножаешь имущество, умножаешь заботу. Значит, марбе, как там было? Марбе басар, марбе рима. В перте вот мы учили. Умножаешь мясо, умножаешь гниение. То есть, тот, кто очень увлекается едой, такой вкусной и так далее, он, да, увлекается, увеличивает гниение. Ну и так далее. Там как идет? Марбе басар, марбе рима. Марбе не хаси, марбе да ага. Марбе нашим, марбе кшафим. Умножающий жон, это в перте вот мы учили, умножает колдовство. Марбе шваход, тот, кто умножает рабынь, у него много служанок, рабынь и так далее. Марбе зима, умножает разврат. То есть, там вообще непонятно, чем закончится. Марбе авадим, ну это же все надо обслуживать. Ты нанимаешь много рабочих. Марбе газель, то есть, если у тебя много рабочих, они начинают грабить и так далее. Понятно, да? А как добиться тогда, перте вот продолжает, как добиться вот этого внутренней шалва, внутренняя шалва умиротворения. Марбе тора, марбе хаим. Умножающий тор умножает жизнь. Марбе тздака, марбе шалом. Тот, кто занимается благотворительностью и помогает, умножает шалом. Да? Кана шимтов, кана ляцмо. Тот, марбе ца, марбе твуна. Тот, кто умножает советование, то есть, тот, кто советуется с умными людьми, умножает понимание. Кана шимтов приобрел имя хорошее. Канале ацмо, каналу девре и тура, каналу хае и алла маба. Тот, кто приобрел слова торы, тот приобрел, значит, жизнь в грядущем мире. Все. Мы разобрались с первым отрывком 17 главы. Расставили приоритеты и поняли, как достигать, как достигать вот эту внутреннюю шалву умиротворения. Через тору, через милосердие, через неумножение проектов имущества и так далее. И через хорошее доброе имя. Все. Двигаемся дальше. Второй отрывок. Второй отрывок в 17 главе звучит так. Эвет мастиль имшоль бэбэн мэвиш. Переводится так. Раб мастиль это интеллектуально умный. Имшоль будет властвовать над сыном позорным. Раб умный будет властвовать над сыном позорным. Убэтох ахим ихлок нахала. И среди братьев он будет разделять наследство. Значит, надо, чтобы понять этот отрывок, надо понять устройство общества 3000 лет назад. 3000 лет назад, во времена царя Соломона, люди были дети. Вот реально дети. То есть, представьте себе, 1000 лет там праздновали это крещение Руси. Значит, Москве 900 лет, как городу. Киевская Русь 1500 лет, по-моему. Но Риму, Рим вообще это там центр цивилизации 2000 лет. То есть, 2000 лет назад и возник Рим как центр цивилизации. Ну, давайте вспомним эти кремляне. Тоже были дети, вообще невероятно дети и люди. А до этого, за 1000 лет, вообще была полная дичь такая. Люди просто были, вот сгрызали друг друга человеческие жертвоприношения. Там, ну, вот я сегодня только видел в новостях, что ели ящерицы, змей. Ну, и так далее, да. Хорошо. Значит, что из этого следует? Что раб в то время, раб в то время, это был самая вот бесправная каста ниже некуда. То есть, раба покупали, продавали, убивали и так далее. То есть, раб это было вообще ниже некуда. Теперь сын, сравнивается здесь, в этом отрывке, сравнивается генетика, да. Вот есть некий сын, да. Сын, это у него хорошая генетика. Теперь его воспитывали, это свободный человек, его воспитывали. И есть раб, которого купили, продали. Он такой, ниже каста. Теперь, но этот раб, он мало ли ему объясняет, что он не просто мастиль, это не просто он интеллектуально умный. Он еще и зарис. Он зарис, он быстрый. Он быстрый, он интеллектуально умный. Что лучше, генетика и воспитание? Или когда человек, его качество характера и его интеллектуальное развитие, его интеллект? Говорит нам Тора прямым текстом. Раб, даже если у него было самое низкое происхождение, и у него не было никакого воспитания, но он сам лично умный и быстрый, то он будет властвовать над сыном позорным. Кто такой сын позорный? Вот в предыдущем отрывке мы привели пример сыновья, которые один мать задушил в наркотическом опьянении, другой в 13-летнем пасынах избил певца и так далее. Это называется сын позорный. Теперь, если на протяжении времени, то раб, он будет властвовать над вот этими людьми, у которых есть плохие вот эти качества характера. А что такое? Что значит среди братьев он будет разделять наследство? Здесь имеется в виду очень интересная вещь. Здесь имеется в виду духовное наследство. Так получилось, что сыновья Авраама, Ицкака и Якова, потомки Авраама, Ицкака и Якова, которые соединились с Богом полным таким соединением, что мы когда молимся, мы говорим Бог Авраама, Бог Ицкака и Бог Якова. То есть они в этот мир принесли божественное присутствие максимально полно, пройдя там огромные испытания на пути служения Всевышнему. И Бог поклялся, что из-за заслуги Авраама, Ицкака и Якова их потомки, их потомки, они станут священниками. И народ Израиля, но для того, чтобы выполнить свое обещание, Бог завел еврестий народ в самый низ в рабство. Опять же видно здесь, что вот этот вот раб, еврестий народ был рабами в Египте. 210 лет тяжелейшего рабства, убивали детей. То есть рабство хуже некуда. Они были на самом дне вообще, куда можно человека загнать, раба вообще ниже некуда. Это длилось 210 лет. И потом Бог поднимает через чудеса из вот этого рабства, выводит их из рабства и дает Тору раступление моря, 10 казни. То есть показывает, что этот мир это просто иллюзия и пластилин. Выводит их и дает им Тору и говорит, все, теперь вы народ священников, значит Гой Кадош выделенный народ и Мамлехет Кааним, значит царство священников. Понятно? Понятно. Значит вы должны соблюдать все, быть ориентиром духовности для всего мира. Понятно? Понятно. Значит и начинается, потом они, понятно-то понятно, сказали Богу поклялись, сделаем и потом разберемся. Но когда уже подошли к земле Израиля, когда подошли к земле Израиля и надо было зайти, они вдруг испугались, нет мы не можем, Бог говорит, нет, вот не справились, все не справились, на 40 лет обратно в пустыню, 40 лет они в пустыне тренируются понимать, что все в этом мире от Бога и что самое главное это быть с Богом в хороших отношениях. И потом заходят в землю Израиля и уже продолжается около 3000 лет вот эти качели. Да, то есть вот они чуть-чуть духовно поднимаются, падают, поднимаются, падают. И Бог проводит, продолжается вот это вот как система, мир тоже духовно поднимается, духовно падает, духовно поднимается, духовно падает. Последние 2000 лет евреский народ находился в изгнании. И сейчас он вернулся обратно в Израиль. И о чем здесь говорится, что между братьями поделит наследство. За это время к еврейскому народу присоединились тысячи, тысячи, десятки тысяч, может быть сотни тысяч. Были целые народы, которые присоединялись к еврейскому народу. Как раз это те, которые проходили свой индивидуальный путь присоединения к Богу, как они когда, это называется геры. Геры, да, геры это те, кто присоединяются к еврейскому народу, и они становятся сыновья Авраама. Когда они становятся, ну, принимают Тору на себя, они становятся бен Авраам. То есть они как будто бы заново проходят путь и присоединяются к Аврааму, к отцу Аврааму. Теперь среди них были такие люди, которые возглавляли еврейский народ. Например, Шмай и Автальон были самые великие, они были главы поколения, они были потомки геров, потомки принявших иудаизм. Были сыновья Санхирива, Санхирив, который разрушил, там армия была Санхирива, который захватил тогда почти весь мир, и его сыновья потом приняли иудаизм. Были потомки Нерона, там императора Нерона и так далее. То есть здесь говорится так, что если говорить в материальном успехе, то раб за счет своего интеллекта и скорости он победит того, у кого есть наследство и воспитание, потому что главное это качество характера. В духовном плане, в духовном плане любой человек, то есть духовная близость к Богу, это то, что не передается по наследству, а то, что можно получить, любой человек может присоединиться к Богу. И среди братьев имеется в виду, что есть те, которым Авраам, Ицкак и Яков заслужили эту близость и которые, получив эту близость, обязаны просто, обязаны ее использовать, потому что быть евреем, это не значит быть выше других. Быть евреем, это у тебя есть больше обязанностей, чем у других. То есть это больше обязанностей, больше наказаний, больше ты должен, больше с тебя спросится. И быть евреем, это значит иметь обязательную близость к Богу, да, это те, кто рабы у Бога. Стать евреем, это значит стать сыном Авраама и принять на себя вот эту вот духовную службу Богу. И написано здесь так, что сказал нам царь Соломон, что убытох ахим, яхлок нахала. В Торе 32 раза написано, что возлюби гера, возлюби пришельца, тот, кто приходит. И значит, получается, что абсолютно есть равное отношение у Бога ко всем. И любой человек может стать служителем у Бога, стать священником. И это значит, что еврейский народ, народ Израиля это святой народ и царство священников. Можно или родиться евреем, или стать евреем. Вот. Значит, мы изучили два отрывка, два отрывка, поняли, что важнее, внутренний мир или внешний успех. И что важнее, происхождение воспитания или собственный выбор человека и его интеллектуальное самосовершенствование и действия. И поняли мы, что внутренний мир важнее, чем внешний успех. И действия человека, его духовный рост и его материальный рост важнее, чем то, что было у него по рождению. Все, дорогие друзья, значит, сделайте свои, пожалуйста, выводы, что вы для себя поняли. После изучения важно не, что вы поняли во время изучения, а что у вас осталось. Возьмите те идеи, мысли, которые вам важны, зацепите их, обдумайте их, напишите их, поделитесь ими. И с Божьей помощью через вот эти вот слова Тора, которые мы изучаем, у нас будет у всех расти связь со Всевышним и все, что к ней прилагается. К ней прилагается здоровье, успех, благополучие, вечная жизнь и так далее. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, хорошей недели. И завтра у нас, сегодня вечером наступает Рош Ходыш и хорошего месяца уже заранее. Все, удачи, успехов, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова